Полезный город И мошенники тоже зачастую этим могут воспользоваться. Вот сегодня хотелось бы услышать конкретные советы, на что же именно обращать внимание при получении квитанции за коммунальные услуги. При получении квитанции обязательно всегда необходимо сверять реквизиты. Реквизиты можно сверить с договором, договор размещен на сайте, а также можно с ним ознакомиться, придя в офис управляющей компании или запросить свою копию договора. Также все платежные реквизиты являются обязательным размещением в ГИС ЖКХ. Поэтому сверяйте реквизиты, сверяйте квитанции, полученные на бумажном носителе с электронными квитанциями, если есть такая возможность. Если возникают сомнения, звоните в управляющую компанию, уточняйте данные. В данное время действительно бывают случаи, когда сделают дублирующие квитанции с неправильными реквизитами. То есть при оплате такой квитанции вы оплачиваете денежные средства, и они уходят на счета других компаний. Деньги пойдут не туда. Да, будьте очень внимательны. У нас на практике даже было такое, что люди оплачивали через платежных агентов, а по факту денежные средства ушли в компанию «Город Москва». Вернуть, видимо, потом проблематично, да? Вернуть проблематично, потому что же человек, совершая платеж, он, в принципе, подтверждает. Поэтому нужно обязательно проверять реквизиты. Если есть возможность, то возможно оформить автоплатеж. Мы выгружаем все квитанции, то есть реестры начислений загружаются в банки, соответственно, если у вас есть мобильное приложение какого-либо из банков, то эти платежи там могут высвечиваться уже в автоматическом режиме или запоминаются как регулярно совершаемые. Еще какой из видов мошенничества может быть – это дополнительные строки в квитанциях. В данном случае необходимо обратить внимание на то, что дополнительная строка в квитанции может появиться только либо по решению общего собрания, либо по личному заявлению собственника за какие-то дополнительные видеоуслуг, которые управляющая компания оказывала. В других случаях дополнительных строк в квитанции быть не может, это не соответствует нормам действующего законодательства. Немаловажно напомнить то, что со всеми документами вы имеете право ознакомиться в офисе управляющей компании, направив об этом предварительный запрос. Управляющая компания не обязана вам предоставлять копии документов, но со всеми документами вас обязана ознакомить. Также все финансовые расходы по вашему МКД отражаются в отчетах до 1 апреля года следующего за отчетным. Благодарю за эту информацию, Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Еще раз напомним ваши координаты. Обратиться к нам вы можете по адресу город Киров, улица Труда, 80А, помещение 1002, также по телефону 437272, через сайт управляющей компании, через официальную группу ВКонтакте или по электронной почте. Все контакты размещены на стендах управляющей компании, в группе ВКонтакте и на сайте управляющей компании, также в ГИЖКХ. Спасибо. Завершаем на этом нашу беседу. Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта».